У меня на самом деле особо выхода-то и не было. То есть я понимала, что у меня уже наступил такой период, когда я всё потеряла, всё, что могла. Когда Екатерина Лапаева поняла, что жизнь висит на волоске, решила, надо что-то менять. Но как начать? Ведь за спиной 4 года наркозависимости. Девушка рассказывает, употребляла синтетические наркотики. В народе их называют соль. Когда начала употреблять, я переложила ответственность за воспитание дочки на свекровь. Я оправдаю себя тем, что мне нужно заработать побольше денег для того, чтобы обеспечить будущее ребёнку. Естественно, не смогла с собой управлять, начала употреблять. Забыла и про ребёнка. Сейчас Екатерина шестой месяц проходит реабилитацию в центре «Наше будущее». Девушка признаётся, только недавно поняла, что это была зависимость. Но вот этого щелчка, который должен был произойти, чтобы у меня уже всё, безвозвратно, у меня этого не было. Я всё равно оставляла себе где-то в голове возможность, что, возможно, когда-то я смогу контролированно, хотя бы выпивать. И вот совершенно недавно пришло осознание того, что либо вперёд, либо иди назад. После реабилитации девушка хочет помогать таким же, как и она. Ну а пока учится жить заново, без наркотиков. В этом ей помогают и другие, проходящие здесь реабилитацию. Александр употреблял наркотики 20 лет, потерял не только годы, но и две семьи. Он по себе знает, что такое ломка и тяга к наркотикам. Не раз пытался лечиться, но бесполезно. Снова срыв. Мысли были ужасные, конечно, честно говоря. Потерял опять всё, всё, что нажил за этот год, я потерял. И уже, ну, жить просто не хотелось, наверное. И увидел плакат, баннер большой в городе Нижний Новгород, где я проживал с рекламой нашего будущего. Ну, не знаю, что у меня, ребята на плакате, улыбающиеся лица. Я понимаю, наркоманы, но они улыбаются. И так это искренне было. Меня это, наверное, задело в тот момент. После этого дела пошли в гору. Александр прошёл реабилитацию в Екатеринбурге. А после этого обучение в Москве, чтобы помогать друзьям по несчастью в центре «Наше будущее». В Первоуральске он уже существует не первый год. Команда очень интересная, мне очень близка, потому что там много психологов, специалистов в социальной работе и волонтёров о том, о чём я мечтал. На недавнем заседании Гордумы главный нарколог города рассказал, как обстоят дела в Первоуральске. С 2009 года число наркозависимых стало меньше на 15%. Но в то же время возрос спрос на так называемые синтетики. Чаще всего на них подсаживается молодёжь, рассказывает руководитель отдела профилактики по УРФО благотворительного фонда «Наше будущее». Наркомания слишком просто помолодела. И самое страшное вообще химическая зависимость помолодела. Даже алкоголизм сейчас, приходя в больницу, если раньше были 40-летние, 50-летние мужчины, то сейчас очень много. Учаровняя девочка 19 лет, а с 11 лет пьёт. Родители не знают, куда только уже не обращались. Проблему зависимости на своём опыте испытал и директор реабилитационного центра. Я не хотел быть белой вороной, не хотел быть непонятым среди своих сверстников. И когда мне предложили, я, к сожалению, не смог отказаться. Хотя я учился хорошо, я занимался спортом, хоккеем. У меня жизнь была довольно-таки успешной. В центре все друг другу помогают. В этом и заключается смысл лечения. Тот, кто пережил зависимость, доступнее расскажет, как от неё избавиться. Мы работаем по программе, разработанной совместно с врачами-наркологами. В наш центр приезжают врачи, психотерапевты, психологи, наркологи с местной наркологией. Особый распорядок дня, специальное меню, а главное тут поддержка. Ведь она даёт надежду на будущее.